Насчет Красного Креста продолжают поступать деньги для помощи пострадавшим от наводнения в Сочи. Сегодня там уже свыше 6 миллионов рублей. Большую часть суммы, как добавочную компенсацию, по потере имущества до конца этой недели получат 38 семей из поселка Мирный, на очереди жители и других районов. По Гастелло и по Петрозаводской очень много тех людей, которые просто нуждаются в нашей помощи. Мы строители, им нужны деньги. Чуть больше времени до 1 сентября есть у курорта на то, чтобы избавить улицы города от автохлама. С начала года уже вывезено около 400 брошенных машин, но после июньского наводнения их количество вновь увеличилось. В настоящее время ведется работа по 8 транспортным средствам, которые установили брошенные. Это в основном после стихии поврежденной люди возле дорога стали бросать. Часть автомобилей собственники уберут сами, а вот у бесхозного транспорта лишь один путь – на металлобазу. Тем более, что парковки, занятые такими машинами, сейчас необходимы городу для более важных нужд. У нас приступят уже к строительству тренировочных площадок. Естественно, какая-то площадка останется, но мы там не собираемся складировать тот, который давно уже признан бесхозяиной, который подлежит передаче металлолом. К сентябрю должны преобразоваться и улицы Сочи. Курорт готовится принять всемирные игры ампутантов и колясочников, а потому должен быть не только гостеприимным, но и доступным. Мэр распорядился отремонтировать тактильную плитку и подъемные механизмы в подземных и надземных переходах. И главное – поставить рядом с дорогостоящей техникой охрану от хулиганов. Всемирные игры ампутантов и колясочников стартуют 26 сентября, но уже сейчас курорт полон гостей. Эксперты отмечают, что туристов по сравнению с августом прошлого года больше на 23%. В полиции подчеркивают, это привлекает и желающих поживиться чужим добром. Любители мелких краж облюбовали в основном пляжи Лазаревского района. Их жертвами становятся те, кто оставляет свои вещи без присмотра. Главный интерес преступников вызывают мобильные телефоны. Совместно с полицией на улицы города вышли народные дружины и представители национальных диаспор. Первые результаты не заставили себя ждать. За период рейдов и ресурсов доставлялось в отдел полиции для проведения проверок свыше 50 человек. Всего 604 человека, из них ранее судимых 126 административно-надзорных, 14 задержанных лиц, находящихся в Росске. Два человека составлено 416 административных протоколов. Изъято 1560 литров фальсизиалкогольной продукции. В ближайшие дни рейды пройдут и в Лазаревском районе. В основном это касается Лоу и Вардане. Специальная комиссия будет стучать в двери тех домов, которые оформлены как ИЖС. И на деле используются в качестве гостиниц. Хозяева таких зданий не спешат оформлять свой бизнес и платить в казну города налоги. Немало среди них и тех, кто до сих пор не решил вопрос с канализованием. Тем временем в течение 10 дней в Сочи обещают утвердить регламент о выдаче тех условий по подключению к локальным очистным сооружениям, чтобы упростить этот процесс. В этом регламенте будет прописано следующее, что локальные очистные сооружения должны первое устанавливаться специализированными организациями, второе иметь сертификацию и быть разрешены к применению на территории Российской Федерации. Также должен быть заключен договор на обслуживание этих локальных очистных сооружений гражданинам или владельцам жилого дома на определенный период. Мы думаем прописать где-то три года. Пока из 13,5 тысячи обследованных домов в процессе подключения к лосам около 4 тысяч. Ну а вывозить жидкие бытовые отходы смогут только 16 сертифицированных организаций, у которых заключены договоры с водоканалом и Курганинским групповым водопроводом. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.